друзья приветствую сергей из минска прислал образцы двух масел из одного автомобиля значит сейчас я вам покажу первое масло так это у нас shell helix ultra 540 полнозольная вот свежая отработка и второе масло mobil 1 esp 030 так вот mobil 1 значит этикетка с канистры c3 автомобиль у нас видите автомобиль условия это audi q7 компрессорный трехлитровый tfsi и shell helix ultra 540 полнозольная тоже из этого автомобиля первым использовалась масло shell и потом mobil будет я думаю интересно сравнить два масла как они отработали значит эталон данного шила у меня уже есть в базе я так понимаю что у меня торжковский произведенный в россии а сергей использовал shell произведенные в европе сейчас прибор проверит чистоту окон измерит фон и я закладываю пару капель свежего сейчас посмотрим что намерит прибор какое будет сравнение так смотрите 91 процент по противоизносным принципе практически одно и то же 193 щелочное по моему в эталоне 188 было тоже очень близко и щелочное 11 3 а в эталоне было 11 4 то есть я не вижу разницы между маслом произведенным в европе и маслом произведенным так в россии ну в пределах можете погрешности not единственное такого 91 процент но это может от партии быть плюс погрешность есть некоторые приборы у любого лабораторного оборудования есть погрешность ну а может быть просто образец вот так как то плохо перемешан был так допускаю значит так как я уже говорил audi q7 значит шестнадцатого года 3-х литровых fsi cr-e-c 333 сила 6 и 8 объем масла 126 тысяч общего пробега 6 905 на масле 250 моточасов использовалась 11 21 по 2 22 доливка 1 и 2 литра масла и топлива так смотрите значит противоизносных присадок 81 процент гликоли нет ни трава не выросла прилично 36 2 сажи четыре сотых процента нарастает значит кислотная 319 и 6 и 9 остаток по щелочному то есть в масло есть еще есть запас но ресурс его ограничивает вот не трава не и значит сергей использует фильтр свежей мали то есть замены масла это не фильтр по экологии тоже вряд ли но учитывая объем доливки и мы общались сергеем значит есть подозрение на клапан вентиляции картерных газов скорее всего картерные газы однозначно есть они прибивают быстрее масло сейчас покажу вам что произошло с вязкостью так закладываем свежей отработку средняя скорость но там мне не влезла все средняя скорость 27,6 километров в час но такая да можно сказать смешанный режим больше городской но есть еще и трасса так смотрите есть разжижение в принципе не такое больно где-то на треть до примерно на треть от максимального уровня в общем так нормально так это у нас первый образец и сейчас проверю масло мобил один еспн нулевку данного образца у меня не было вернее у меня был такой же мобил только лв а здесь эти другой значит вот такая спектрограмма виден такой четко выраженный эстеровый пик но это мобил один так думаю полиэстеры здесь такого высокого уровня 0,35 ну не менее 6 процентов может быть даже 6 с копеечками так далее сейчас подкорректирую данные посмотрим что намерил но хотя здесь они сдвинуты и кислотные щелочной сдвинуться из-за эстеров такого количества да видите противоизносных присадок 85 процентов но не забывайте здесь много эстеров они дают крепкую и толстую пленку намного толще но не намного там в четыре раза по моему до четырех раз опять же здесь гликоль обычное явление когда эстеры в минуса уходит и щелочное минус 0,7 но повторюсь это эстеры я выставлю по аналогии с мобилом 5,30 в принципе уровень эстеровый похож 8,1 щелочной и 2,2 кислотная здесь завышение эстеры дают по кислотному и занижение по щелочному плюс-минус я думаю данные сейчас похожи так все значит сохраняю и давайте посмотрим автомобиль тот же самый пробег 131 1700 километров пробег на масле 5490 134 моточаса ну и использовалась 2 22 по 4 22 так доливка также 1 и 2 литра топлива тоже вот давайте посмотрим что сейчас сейчас намерит прибор так вот я заложил здесь небольшое раз согласование по времени но тем не менее так и смотрим так здесь подработались противоизноски здесь их поменьше я думаю что здесь c3 и опять же эстеры то есть это не критично вообще абсолютно и смотрите сажи также нитрование тоже прилично нарастает для этого пробега и здесь уже гликоль 8 десятых вот это вот вопрос что то такое откуда гликоль в приличном таком количестве нарисовался далее 271 кислотная и 5 и 9 щелочной здесь зазора меньше но не забывайте это c3 изначально разница между кислотным и щелочным здесь меньше вот вопрос по гликолю не знаю что такое ну посмотреть бы да на предмет попадания в может теплообменник какой-нибудь на предмет попадания антифриза в масло надо посмотреть так сейчас покажу вам сравнение вязкости да есть разжижение она меньше конечно чем на первом образце но учитывайте что этот образец два раза меньше отработал сто тридцать четыре часа практически в два раза а первый шел отработал 250 минут часов то есть можно сказать что то на то и выходит по разжижению да одинаково да не забывайте отметить видео подписаться на канал кто еще не успел это сделать предложение ограничено шучу и нажимайте колокольчик так вы не пропустите новое видео но и вот можете оценить сравнить значит ресурс оба масла приехали по нейтрованию видите да разница значит по мощи нейтрализующим свойствам 409 моточасов и 292 моточаса примерно четверть разницы по между этими маслами но масла убивают именно вот нейтрование вот тот момент окисляется быстрее масло в картере учитывая то что есть потребление вот возможно это клапан или какой-то все-таки есть прорыв может быть изначально использовали автомобиль на какие-то интервалы там заводские по 15 а то и по 30 тысяч могли в европе катать хорошо если по автобану а если это город какой-то был то в принципе могло и под залепить некоторые колечки ну допускаю вполне и поэтому отсюда прорыв картерных газов отсюда ускоренное окисление в картере масло вот ну картина как бы стандартная и в одном и во втором случае ну что можно посоветовать сергею он и сам это осознает понимает значит разобраться максимально с картером с клапаном вентиляции почистить помыть там я не знаю поменять и потом уже можно второй раз станет проверить и оценить помогло или нет вот клапан это или все-таки есть какой-то прорыв газов вот такая ситуация основные моменты этого видео что европейский шелл и шелл произведенный на прошли на бывшем заводе в торжке одинаковые значит не отличаются и там даже получилось если вот полностью учитывать что торжковский даже чуть-чуть капельку такой пожирнее и щелочное повыше и противоизносное чуть-чуть-чуть это такая погрешность может быть ну и здесь картина вот одинаковая и второй момент по этому видео я бы отметил что разница между полнозольным и c3 в данном автомобиле значит составляет примерно 25 процентов в пользу полнозольного хотя это надо учитывать что масло ускорено прибилось то есть я уверен что оно могло бы в при более качественном каком-то я не знаю там стояние двигателя или чего-то отработать намного лучше вот такой получился тест благодарю сергея за предоставленные образцы за поддержку канала все кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся следующих видео пока